Новое дело Одесского экс-военкома. Кто такой Евгений Борисов и в чем обвиняют на этот раз? Экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования, ТЦК, Евгения Борисова повторно задержали. Сегодня он должен был выйти из следственного изолятора, но получил новое подозрение, РБК Украина рассказывает о бывшем военкоме и связанных с ним уголовных делах, содержание, взятки, авто и недвижимость в Испании, чем «прославился» Борисов, как реагировали власти и увольняли военкома, что установило следствие и как арестовывали, что известно о новом деле и почему задержали повторно «взятки», авто и недвижимость в Испании, чем «прославился» Борисов. История с Борисовым началась весной 2023 года. В апреле появились публикации о якобы взятках на 5000 евро за «белые билеты» для военнообязанных, а также о покупке недвижимости в Испании на миллионы евро, сообщалось, что сам военком в декабре-январе выезжал на отдых в испанскую Марбелью. Там его жена арендовала квартиру за 5000 евро в месяц. А на его мать-пенсионерку оформили виллу почти за 4 миллиона евро. Уже в 2023 году жена Борисова якобы приобрела офис с террасой в престижном квартале Golden Mill. Сам военком завез в Украину элитный автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG, ориентировочная стоимость 250 тысяч долларов. Скандал подогревался слухами о том, что в Одессе самый дорогой «белый билет», который позволяет избежать мобилизации, на этом фоне Борисова отсранили от обязанностей. Как заявили в оперативном командовании, ЮК, обвинения в коррупции дискредитируют процесс мобилизации и подрывают доверие к вооруженным силам. Также в отношении него назначили служебную и профильную проверку. А уже 3 мая Государственное бюро расследований завело уголовное дело. По факту взяток, за которые он давал указания не мобилизовать тех или иных лиц, санкция Ч. 5 стаканов 426-1 Уголовного кодекса Украины, злоупотребление служебным положением в условиях военного времени, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Параллельно устанавливался круг причастных и проверялась информация о состоянии семьи Борисова, которая не соответствует доходам, в июне вышло расследование «Украинской правды», которое подтвердило наличие недвижимости на испанском побережье. Журналисты установили, что вилла в Марбелии была куплена почти за 4 миллиона евро в конце 2022 года и записана на мать военкома. А его жена стала владелицей офиса на главной улице города. Кроме того, в собственности семьи оказался «Мерседес Гелендваген», стоимостью 500 тысяч долларов. Сам Борисов в разговоре с журналистами отрицал, что владеет недвижимостью. Якобы он не вмешивается в дела жены бизнесвумен, у которой магазины в Болгарии и которая может позволить дорогие покупки, как реагировали власти и увольняли военкома. На следующий день после сюжета, батальон Испания, глава парламентской фракции, слуга народа, Давид Арахамия инициировал проверки военкоматов. И попросил правоохранительные органы проверить военкомов во всех областях, в сухопутных войсках заявили, что нулевая толерантность к коррупции остается принципиальной позицией в СУ. А также пообещали способствовать всем необходимым мерам при расследовании дела Борисова. Премьер Денис Шмыгаль объявил о создании правительственной комиссии, в которую вошли первый замминистра обороны, правоохранительный блок и представители НАПК. Одесский военком будет уволен со своей должности, сказал и добавил, что по решению ставки главнокомандующего проверят и других военкомов. А президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прошелся по Борисову. Этого человека точно не должно быть в системе комплектования вооруженных сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности, отметил он, спустя несколько дней военкома уволили. Тогда же сообщалось, что за границу Борисов выезжал не на отдых, а на лечение, и это было законно, что установило следствие и как арестовывали. В июле глава Национального агентства по предотвращению коррупции, НАПК, Александр Новиков заявил, что Борисова разоблачили на незаконном обогащении на рекордные 188 миллионов гривен. Один только объект, купленный в Испании, стоит 3 миллиона 700 тысяч евро. И таких объектов еще несколько, все стоимостью от полумиллиона евро, отметил он. По его словам, бывший военком объяснял, что все эти деньги, якобы, суды, которые он получил от разных предпринимателей. В том числе и от совладельца Одесского ночного клуба, Ибица. Но подтверждения этих фактов не было, Новиков подчеркнул, что отдельные соглашения о займах, которые были предоставлены в качестве доказательства, были подписаны людьми, которых не было в Одессе на момент подписания. Этого пьющий факт, добавил он. 22 июля сообщили о подозрении в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы. Следствие установило, что семья приобрела авто и недвижимость на сумму свыше 101 миллиона гривен при том, что официальный доход не покрывает расходы. А в декабре он выписался из госпиталя и более двух недель не появлялся на работе без уважительных причин, в условиях военного положения, тогда же в ГБР заявили, что объявили бывшего военкома в розыск для привода в суд с целью избрания меры пресечения. По новым статьям ему грозило до 10 лет лишения свободы, спустя два дня поисков Борисова задержали в Киеве. Сам он утверждал, что специально приехал в столицу, Печарский районный суд Киева взял его под стражу и назначил залог в 150 миллионов гривен. 20 октября продлил меру пресечения, но сократил залог до 100 миллионов. В ноябре Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в силе, 15 апреля 2024 года завершилось досудебное расследование фактов незаконного обогащения. В деле фигурируют активы почти на 150 миллионов гривен, которые были куплены при отсутствии законных доходов на эту сумму, на недвижимость в Испании, Украине, а также на элитные автомобили наложен арест, что известно о новом деле и почему задержали повторно. Постепенно суды снизили сумму залога до 12 миллионов гривен. За подозреваемого внесли залог и сегодня он должен был выйти из СИЗО. Прямо на выходе его задержали повторно, но уже по другому делу. Как сообщили в ГБР, была получена информация, что Борисов планировал скрыться за границей. Поэтому его задержали и объявили новое подозрение. На этот раз, в том, что он организовал схему легализации незаконных доходов на 142 миллиона гривен, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в офисе генпрокурора. При подготовке текста использовались материалы журналистских расследований, заявления украинских чиновников и представителей правоохранительных органов, релиза Государственного бюро расследований и офиса генпрокурора. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.